Добрый день, уважаемые сотрудники института, уважаемые горожане. Вот уже два месяца мы находимся в условиях борьбы с коронавирусом. Это два тяжелых месяца, и я хочу искренне поблагодарить наших всех жителей города, сотрудников института за те ограничения, за ту работу по самоизоляции, которая была выполнена. Все это дало результат. На сегодняшний день из 90 заболевших за этот промежуток времени 46 выздоровели. Это хороший результат. Мы не имеем тяжелых случаев, мы имеем управляемые процессы, и это главное. С 18 числа институт работает в полном объеме. До этого мы выполняли работу на уровне 25-30-40-50% численности. Это связано с тем, что ВНИЭФ относится к системообразующим предприятиям. Выполнение гособоронзаказа, выполнение обязательств перед заказчиками – основное условие этого года, которое повлияет не только на результат экономический, но он должен повлиять на результат, связанный с обязательствами администрации по росту дохода наших сотрудников, определенных коллективным договором. В рамках текущей деятельности создались условия, когда мы смогли осуществить стопроцентный выход. Это было связано практически с реализацией трех условий. Во-первых, я хотел бы отметить работу медицинского коллектива «Зато Саров» в рамках реализации этой программы. Конечно, наши медики показали слаженную профессиональную работу. В первую очередь это относится к тем, что в короткое время удалось наладить работу двух тестирующих лабораторий под руководством Андрея Кулясова. И я должен отметить, что эти тестирующие лаборатории, их оборудование, квалифицированные специалисты были подготовлены заранее, несмотря на все ограничения, которые имел промежуточный период работы медицинских учреждений. Именно предвидение наших руководителей медицинского блока дало такой результат. И, конечно, Ирина Александровна Игнатьева, наш главный санитарный врач и на сегодняшний день руководитель нашего, можно так назвать, оперативного штаба, под руководством которой мы работаем в сегодняшней ситуации. Именно слаженная работа, именно работа в режиме реального времени дала этот результат. Ну и, безусловно, конечно, клиническая больница «50» во главе с ее главным врачом Сергеем Борисовичем Чумоковым, который во взаимодействии с Федеральным медико-биологическим агентством, Министерством здравоохранения Нижегородской области, с Росатомом, в короткое время сумел обеспечить материальную базу, безусловно, при помощи Российского федерального ядерного центра, который дает нам основания иметь сегодня в запасе необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В рамках реализации этой части, конечно, вопросы, которые реализованы за этот промежуток времени, а именно всего-навсего тяжелых больных у нас два, которые находятся в медицинских учреждениях Нижегородской области, дали нам возможность перейти к началу первого поэтапного выхода из сложившейся ситуации, которая обозначает работу промышленных предприятий, организации строительства, транспорта, дошкольных учреждений, детских садов, и это дает возможность для реализации полноценной работы. Безусловно, в рамках ее мы должны уделить главное внимание безопасности людей. Это связано с индивидуальными средствами защиты, это связано с организацией работы, это связано с определенными регламентами, которые практически уже стали частью корпоративной культуры в НИЕФ и Росатома. Именно безопасность, одна из главных наших задач, становится во главу угла сегодняшнего дня. Отдельно хотел бы отметить, что мы очень внимательно относимся к тем нашим коллегам, которые относятся к группам риска. Это люди старше 65 лет, это люди, которые имеют хронические заболевания, беременные, многодетные семьи. Создано условие для того, чтобы найти им реальный состав работ, обеспечивающих им и решение вопросов участия в производственном процессе и заработной платы. Различные формы, которые на сегодняшний день нами реализуются. Это и вопросы удаленного дня, это и вопросы ухода в очередной отпуск, это вопросы, которые решаются в рамках использования тех возможностей, которые есть у наших коллег и у наших людей. Отдельно хотел бы отметить вопросы, которые связаны с организацией нашей деятельности на следующие периоды. Это первый этап, о котором я сказал, и по которому город, городской штаб обращается к губернатору перехода Сарова на этот первый этап. Следом за ним должен последовать второй и последующий третий этап. Все это непростые задачи и непростые дела. Именно в этот промежуток времени требуется четкая работа, связанная с недопущением коронавируса на нашу территорию и проведение управляемого процесса борьбы с ним, именно управляемого процесса. Чрезвычайно важно иметь каждый случай, анализ его, его источники, его распространение и принимать адекватные соответствующие меры. В сегодняшней части ФМБА «Росатом» практически реализуют нам дополнительные поставки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, о которых говорил наш генеральный директор Алексей Евгеньевич Лихачев. Дорогие друзья, в этот сложный период я еще раз обращаюсь к вам с просьбой выполнять абсолютно контрольные мероприятия, которые связаны с вашей личной безопасностью, безопасностью ваших коллег, соседей, друзей, семьи. Это основа нашей будущей работы. И, конечно, корпоративная культура в рамках этой части и наш режим работы, он претерпит изменения, видимо, на достаточно длительный промежуток времени. Именно вот эти изменения лягут в основу нашего управляемого выхода из коронавируса, который фактически парализовал всю деятельность экономики мировой и нанес значительное влияние на экономику Российской Федерации и, безусловно, экономику и жизнь, и доходы наших граждан, проживающих в ЗАТО. Я хочу пожелать вам здоровья, вам и вашим близким. Это самое главное желание на сегодняшний день каждого нашего человека. Спасибо. Спасибо.